В этом занятии мы подберем цветовую схему, которая нравится вам. Но я для начала хотел бы дополнить прошлый урок, совершенно забыл. По поводу картинок. Очень часто мы хотим знать размеры. Обратите внимание, что здесь в нижнем уголке, когда мы смотрим картинку, указывается ее размер в пикселях и сколько она весит на вашем компьютере. Возьмите это на вооружение. И еще один момент по поводу сайтбара. Его можно увеличивать и уменьшать. Настройте размерчик под себя. А теперь по поводу цветовых схем. Переходим в главное меню, пункт Preferences и выбираем Color Scheme. И здесь обратите внимание, по умолчанию у меня включена цветовая схема Monokai. Я иногда работаю на этой схеме, иногда на этой под настроение. А ваша задача сейчас, видим как она смотрится в больших файлах, выбрать ту цветовую схему, которая нравится вам, чтобы вам было удобнее верстать. Обратите внимание еще на один момент, что здесь есть список, только стандартный набор цветовых схем. То есть в интернете их множество и потом я покажу, как это все дело искать, подключать. И также еще в этом редакторе есть просто темы, которые меняют его полностью визуально. И в конце этого видеокурса я вам покажу, как вообще изменить тему. Ну а сейчас на данный момент ваша задача это выбрать цветовую схему, которую будем использовать мы. На данный момент я оставлю эту цветовую схему, закрою файлики. Возможно в ходе курса я ее поменяю. Продолжение следует...